Вступивший в силу с 1 января внесённые изменения в закон Краснодарского края о дополнительных мерах поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей предусматривает льготный проезд граждан, чей доход не выше прожиточного минимума. Сейчас он составляет 7 722 рубля. Тем, кто получает больше, придётся ездить на общественном транспорте по фиксированному тарифу. Тем не менее, город нашёл меры. В рамках соцподдержки малоимущие пенсионеры, написав заявление, могут получить ежемесячную материальную помощь в размере 250 рублей. На ближайшей внеочередной сессии, 21 января, будет предложено депутатам поддержать данные дополнения к действующему на курорте решению о выплатах из городского бюджета определённым категориям граждан. Но не всех людей такое предложение устроило. Среди митингующих были и те, кому положена выплата, и те, кто недоволен тарифами. В общем, на решение вопросов потребовалось полдня. На площади у администрации Сочи сотни пенсионеров стали собираться уже к 10 часам утра. А сейчас уже половина первого. То есть три часа подряд Анатолий Николаевич Пахомов объясняет людям, что их требование вернуть назад льготные проездные билеты невозможно, так как это вне компетенции муниципалитета. Эту позицию глава доносил как с открытой площади, так и в зале администрации Центрального района. Мы из бюджета города в виде материальной помощи этим людям, у кого пенсия от 7 720 до 11 900, сейчас предположим, на среднюю, какая средняя по городу. Мы выплатим городополномочий назначать льготы. Это вынужденная мера, и мы у кого-то забираем и даём нам материальную помощь. Обратиться в соцзащиту пенсионеры могут даже в мае и получить общую сумму за прошедшие три месяца. Таким образом, не будет очередей, объясняет Анатолий Пахомов. На встречу многие пришли не только по вопросу проездного, интересовали пенсионеров коммунальные и транспортные темы. Все обращения людей сотрудниками мэрии были взяты на карандаш. В то время как одни беседовали с мэром, другие инициативные граждане перекрыли дорогу на улице Горького. Образовалась пробка, но ненадолго вмешалась полиция. Людей вновь пригласили к городской администрации, где Анатолий Пахомов ещё раз разъяснил ситуацию и пообещал поддержать пенсионеров, если они решат обратиться к законодательному собранию края с просьбой пересмотреть закон.